Подъем заболеваемости в Котласе был отмечен в начале февраля. За первую неделю к медикам обратилось более полутора тысяч горожан, из них 70% дети. На прошлой неделе заболело уже 2387 человек. Эпидемиологический порог был превышен почти в два с половиной раза. Межведомственная комиссия по охране здоровья ввела на территории города план профилактики. Одним из решений стала отмена дней здорового ребенка в детской поликлинике до 20 февраля. Кроме того, некоторые школьники вышли на незапланированные каникулы. Карантины в классах водятся директорами учреждений, когда болеют более 20% учеников. Так, в 76-й школе неделю не учились во втором, четвертом, шестом, восьмом, девятом классах. Три класса закрывалось во второй школе. В седьмой, сегодня последний день карантина в четвертом Б. В детских садах улыбка и теремок закрыто по одной группе. По словам главного санитарного врача города Валерия Примака, говорить о закрытии целых учреждений образования пока рано. Также и об ограничении спортивных и культурно-массовых мероприятий. Что касается гриппа, если в прошлом году в городе не было зарегистрировано ни одного заболевшего, то за последние дни этот диагноз поставлен уже четырем горожанам. И это только те, кто официально обратились в больницу. Некоторые, несмотря на возможные осложнения, лечатся самостоятельно, что категорически не советуют делать медики. Ну а для профилактики ОРВИ и гриппа врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, принимать противовирусные препараты, употреблять больше витамина С и бывать на свежем воздухе.